Саша, Небо России фестиваль закончился. Погода, к сожалению, тоже в октябре не очень-то радовала воздухоплавателей. И наверняка у жителей нашего региона и не только возникает вопрос, чем же воздухоплаватели занимаются вне сезона. Вне сезона воздухоплаватели ищут сезон. Благо шар у нас круглый. И чем ближе к зиме, тем южнее ты уезжаешь, тем больше погода. И получается, отлетали август-сентябрь здесь. И в конце сентября поехали мы в регион Кавказа нашего. Так, чтобы там проводить лето, встретить осень. Настоящую красивую. Вместе со снегом наверху и золотой долиной внизу. Не первая ваша экспедиция на Кавказ, но, пожалуй, самая насыщенная, судя по социальным сетям. Расскажи и об участниках, и о том, что успели полетать. Да, насыщенная в плане того, что мы захотели сделать за две недели, вобрать все точки, где мы были до этого в течение восьми лет ежегодно. Так-то начали мы наши экспедиции все эти в 2015 году. Так, чтобы уже перелетать через Кавказский хребет. И апогеем, скажем так, всего, это перелет через Ребуз должен стать. Ближайшая точка нашего полета это 2,5 километра от вершины. То есть под нами ледники, которые спускаются с вершины. Однако же нету точки трека, которые проходят конкретно на 5,642 над вершиной. Вот, поэтому все же, говоря честно, вот, над Эльбрусом и над точкой не перелетели. Но ледники его изучили очень досконально с каждой из сторон. Потому что, ну, это было там уже, я не знаю, может, 6 попыток точно. Вот, как из Терскольского ущелья, так и из Донбая. Потом подъезжали совсем близко к поляне Мануэля. В общем, все вот это вот вокруг мы уже изучали. Но этот, скажем так, седовласый, могучий великан, в общем, никак не пускает нас. Но он мудрый. Возможно, это правильно. Потому что, как это часто бывает, раз достигнув цели, в общем, уже все успокоился. А это, получается, каждый раз экспедиции. Они новые и по эмоциям, и по ветру. И, в принципе, по, скажем так, потом наполнению. Вот. И мы из года в год каждый раз туда приезжаем. И состав участников, он особо не меняется. Есть костяк из трех пилотов. Четырех пилотов. Это Галкин Саня Ростов. Это Будко Саш Москва. Это Андрей Галинский на Москва. Латып в Сирене в этом году не участвовал, к сожалению. Но следил за нами посредством WhatsApp и прочее. В общем, был с нами морально. Вот. И я. И к нам там каждый год кто-то присоединяется. Вот. Остаются. Или же, наоборот, отсекаются. Потому что это красиво. Но одновременно с этим это достаточно требует, во-первых, опыта. Подготовки профессиональной. И, в общем-то, ошибки там места нет. Нету. Потому что цена ошибки минимум эту материальную часть. Вот. А там уже, как оно, куда, смотря куда ветер нас занес бы, если бы что-то сделали бы не так. А подготовки. Действительно, это полеты совсем другого характера, чем над землей Рязанской, допустим. Что нужно, чтобы лететь в горах? Ну, земля-то Рязанская, на самом деле, была началом всего. Вот. Потому что там впервые мы здесь попробовали, как чувствует себя организм, там, выше пяти тысяч метров. Вот. Потом выше семи тысяч. И именно здесь, в Рязани, был установлен рекорд России сразу в трех классах. Вот. Самый высокий это было то, что мы вот с Сашей Будко забрались на восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть метров. Сейчас вот говорю, мне даже уши заложило. Вот. Конечно, потом нас подвинули с этого пьедестала, скажем так, первопроходцев. Ну, а тем не менее, вот сейчас идет у нас процесс, то, что мы, это же технический вид спорта, в общем, мы технически развиваемся так, чтобы взлететь выше десяти километров. Вот. Это мы сделаем там. Это уже выйти в космос практически. Ну, космос-то начинается там выше восемнадцати-двадцати трех. Вот. В зависимости от того, в какой точке мы находимся. Но там холодно. Потому что мы когда в свое время делали, ну, вот здесь, в Рязани, в августе мы взлетали, после окончания фестиваля. Вот. Мы рассчитывали, что там будет температура в районе, там, минус тридцати семи. Вот. Но нам повезло в плане комфорта, то, что было минус пятнадцать, поймали инверсию, когда вверху воздух был теплее, чем внизу. Вот. Но одновременно с этим было сложно пробить вот этот вот слой так, чтобы все же достичь заветных восьми километров. И это для нас тоже было знаково, потому что высочайшая точка земли – это 8,848, эверест. Вот. И нужно было, ну, не нужно было, но хотелось быть выше высочайшей точки эвереста. Вот. И здесь мы проверяли кислородное, ну, наравнение в родных землях-то, так что мало ли можно было там нас найти быстро. Вот. И работа кислородного оборудования, и наше самочувствие. Вот. Также здесь, ребята, мы начали прыжки парашютные. Вот. На случай, если вдруг что-то поет не так, вдруг нам выбросится из корзины. Вот. Но, проведя три экспедиции, поняли то, что, ну, это мы же не крысы, которые покидают корабль. В общем, мы же капитан-пилоты. И на самом деле все, что случается, оно может случиться только на высоте там антенны или линии электропередач. Вот. А наверху у тебя оборудование, оно, во-первых, дублировано, во-первых, два раза все это проверяется. В общем, ну, что-то должно быть вообще не то. Вот. И, ну, лучше, возможно, отказаться прежде на земле. И, во-первых, и, во-вторых, это вес. Вот. Вес. И там мы считаем каждый грамм. В общем, решили от парашютов отказаться. Вот. И, получается, 2015 год мы начали наши полеты. Все из Красной Поляны мы перелетели в Псибай. И потом пошло-поехало. В общем, Дамбай, Архиз, вот эти все ущелья, которые уходят на север, ну, и мы летали. Сначала были как слепые котята, изучали там потоки. В общем, теперь все стало более-менее ясно. Но до конца все же, ну, в любом случае, это стихия. В общем, есть всякие нюансы, помимо воздушных потоков, здесь еще у тебя и аэрография, особенность рельефа, всякие там турбленции или ламинарные потоки. Ну, короче, много чего нужно здесь предугадать, предусмотреть. И литературы можно много прочитать. Вот. Ну, самое главное в этом, скажем так, в подготовке – это желание. Потому что без желания, конечно, ничего невозможно. Здесь вот надо и ехать, потом надо непонятно где ночевать, потом ни свет ни заря проснуться, наполниться. Каждый полет ты, ну, когда поднимаешь, взлетаешь уже, отрываешься от земли, понимаешь то, что подбор, особенно в горах, может быть, ну, очень долгий. Поэтому там минимальный запас с собой еды берешь. Ну, газ есть, горелка есть, оболочка можно использовать в качестве, ну, если ты укутаешься в нее, у тебя будет, во-первых, спальник, а во-вторых, если ты все это накинешь на казино, у тебя будет палатка. Сначала мы с собой брали и спальники и прочее, а потом, что-то, как думаем, если вдруг пойдет что-то не так, мы можем, в принципе, и вот эти веревки использовать как веревки альпинистские. И, в общем, минимизация с каждым годом все больше и больше происходит. Вот. Ну и ну. Вот, скажем так. Ну, короче, следующий год опять поедем. Обязательно. А в этом году сначала мы приехали в Прильбрусье, Кисловодск. Отлетали там замечательно три полета, потом переехали в Архиз. Большой Зеленчук нас не пустил, не смогли мы там стартоваться, был сильный ветер. Переехали Маруха, речка. Там замечательный полет в предгорьях. И потом, после этого, там, 12 часов пути переехали Дагестан, Сулакский каньон. Но верхнее течение не нижнее, где все. И там красиво. Но там очень много людей. И для воздухоплавателей там не очень комфортно, потому что ты уже приближаешься к степному Дагестану, Каспию, где сильные ветра. А верхний каньон, это, конечно, прям такой, знаете, клондайк-кладезь, закрытая все сетью гор. Свой климат. Понятно, тоже достаточно очевидные ветра, как нам казалось. То, что всегда же должно стекать сверху вниз холодный ветер при любых условиях. Но вот в этом году оказалось, что не всегда. Да, и ветер, который по верхам, он все же воздействует на вот эту нашу замечательную чашу. Вот, даже если он достаточно высоко над рельефом. В общем, есть нюансы. Вот, ну и, в общем, вот там спрашивали, какие же задачи вы с собой перед собой ставили. Задача-то следующая. Это познакомить как можно больше граждан с красотой Кавказа, так, чтобы внутренний туризм все больше развивался. И так, чтобы эта красота хоть как-то отвлекла нас от повседневности жизни. И еще хочется сказать, что вы первые, кто на такое отважился. И вообще первые, кто увидел Кавказ с такого ракурса и показал людям. Все это, все правда. Все правда здесь, ну, как оно есть, так оно и есть. В общем, мы продолжаем. Продолжаем также дальше все это развивать. Возможно, когда-нибудь там проведем и мероприятие крупное. Но здесь формат должен быть другой. Это как будто бы, знаете, как есть там сигарный клуб. Вот, то есть пилоты должны иметь там налета не меньше там 200 часов. Вот, потом в горах полетать тоже определенное количество времени. Потому что, ну, там иной раз нужно пробить какой-то поток так, чтобы спуститься вниз. И тебя уже вынесло русло, это вынесло в зону безопасных приземлений. В общем, там есть нюансы пилотирования. И пилоты должны быть очень опытные. Есть по дороге, опять-таки, по этой сказочной дороге в сторону поляны Мануэль. Есть горушка, называется Харбас. В прошлой экспедиции это было для нас находкой. Оно как получилось-то. Мы приехали в Кисловодск. И идет дождь. Необхопасно, оно все такое серое. В общем, мы прогноз такой, что вот именно в Кисловодске, что это будет там на протяжении недели. А мы там, кажется, недели должны были находиться. Вот, но поднимаясь выше в горы, вот, небо было, становилось все прозрачней. Кое-где уже стали там просматриваться эти лучи. У нас с собой был дрон. Вот, мы получили соответствующее разрешение. Короче говоря, взлетели. И увидели среди вот этого облачного моря, небольшую вершинку, гора Харбас. Ну, и понятно, что Лимпрус виден. И, короче, Харбас стал нашим постоянным точкой притяжения. И в тот раз мы там наполняли замечательный Калаврат. Вот, появилась после этого фотография. И в этой поездке, думаю, мы оставили здесь Калаврата и взяли с собой новую облачку Рязани. Вот, так, чтобы все же, во-первых, получить красивые кадры. А, во-вторых, чтобы потом, потомки наши сказали, то, что Рязанская гербовая оболочка была первая на фоне Эльбруса. И мы гордимся своим, скажем так, славной своей историей. И верим, и делаем достойное будущее. Как это нависано, чем на гербе. Ну, ты говоришь, что в следующем году вы продолжите свою уникальную экспедицию. А как же небо России? Будет. Сначала мы проведем небо России. На предварительные достройки это 4-14 августа. И потом, наверное, с сентября мы также здесь. Здесь мы закончим официальный воздухоплавательный сезон золотой осенью. Конец сентября проведем здесь. И потом уже октябрь, первые две недели переместимся на Кавказ. И многие спрашивают, как же к нам можно присоединиться. В общем, мы думаем над этим так, чтобы это было не в ущерб нашим основным целям безопасности красивых полетов. Ну, и так, чтобы еще максимальное количество людей там могло выехать на Кавказ. Вот мы показали бы красоту. Ну, в общем, я думаю, у нас есть время. Чтобы обдумать это. Да, чтобы обдумать. Но, как показывает жизнь, этот год пролетает очень незаметно. Ну, в общем, все в наших руках. Будем ждать новых сенсаций от вас. Спасибо, Саша. Спасибо вам. Спасибо.